Очень глубокий урок. Но сейчас, смотрите, я сегодня как раз думал очень сильно на эту тему. Мы в прошлом году на Ваикре, слава Богу, слава Богу, у нас было полмиллиона часов просмотра урока Второй за год. Вот сейчас мы подвели итог, нарушишь она, полмиллиона часов. Но мы поставили себе цель, так как смысл вообще, зачем Всевышний сотворял мир. Чтобы мы знали о своей божественной природе, о Всевышнем, о духовном мире. То есть, это его цель. И, в принципе, это цель человека в этом мире самая достойная. В течение жизни подняться на свой следующий духовный уровень и реализовать свою божественную природу. Теперь, так как большинство людей об этом не знают, да, Маугли. То есть, мы живем в мире, в котором большинство людей Маугли, я тоже был Маугли раньше, да. Воспитанные в каких-то других идеологиях, которые придумали какие-то непонятные люди, типа Карла Марксов. Там какие-то еще есть идеологии общества потребления. Маски тоже выдумывают свои идеологии. Вот он на Марс хочет и там Теслу делает, да. В космос летать. Хочет в космос летать. То есть, он сублимировал желание души присоединиться ко Всевышнему в желании улететь в космос. То есть, он понял, что на Земле ничего хорошего не будет, как царь Соломон нам уже объяснил, что все здесь эвелевелим. Но он ошибается, Илон Маск, он думает, что в космосе что-то другое, что он найдет что-то в космосе. Обратите внимание, два самых богатых и влиятельных человека на Земле, это Джефф Безос и Илон Маск, хотят улететь с Земли. Им не нравится Земля. То есть, они говорят, ну нечего здесь делать, мы должны лететь срочно в космос. То есть, получается, что вроде бы они денег заработали, а вот именно их мультик, в котором они живут, он очень какой-то непонятный, да. Как будто бы в космосе им они что-то найдут того, чего нет на Земле. Там то же самое, только в закрытой комнате. Это как в ракету сесть, там, запереться в доме с десятью людьми. И люди с ума сходят за год, все. Поэтому ничего не изменится, если перенести... То есть, что может поменяться в человеке, это только он сам. Смысл в духовной работе, это перейти на следующий уровень в своем духовном развитии. И тогда наступает счастье, любовь к Всевышнему, вечная жизнь. Все тогда наступает. В космос летать не надо. И поэтому, это все было вступление. Пожалуйста, подпишитесь на... Вот те, кто смотрят сейчас в Ютьюбе. В Ютьюбе сейчас смотрят у нас 32 человека всего лишь. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь трансляцией, напишите хорошие комментарии. То есть, пожалуйста, если вы чувствуете божественный свет и приход этого света, им надо делиться. Чем больше ты делишься, тем больше у тебя этого света. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь сейчас на канал Вайкрафт в Телеграме. Те, кто еще не подписаны. Те, кто подписаны, смотрят меня в Телеграме, подпишитесь на канал в Ютьюбе. Поставьте лайк, поделитесь, напишите хорошие комментарии на несколько видео. Как-то давайте вместе продвигать. Продвигать божественный свет. И сейчас мы находимся уже в шестой главе. Шестая глава Экклезиаста. Шестая глава, мы уже дошли, да? Так, мы дошли до пятой главы. Пятая глава в книге Коэлит Экклезиаст. Это мудрейший из людей, царь Солмон. Мы изучаем его мудрость. И сегодня у нас будет, мы прямо копнем в кабалу. Кабала это глубокое духовное знание, абстрактное, о том, как Бог сотворял мир. И мы сегодня копнем в кабалу, чтобы понять, что кабалу учить не надо. Что не надо туда лезть. Но мы именно из Коэлита, мы сейчас это поймем и осознаем. Все, я надеюсь, что вы уже написали хороший комментарий в Ютьюбе. Подписались на канал Ваикра, поделились им. И первый отрывок пятой главы. Аль-Тиваэль, Аль-Пиха. Не Тиваэль, это такое слово, вот когда человек такой, знаете, перепуганный такой. Не пугайся своим ртом. Дословно можно так перевести. Выпустить, вытащить слово какое-то перед Богом, перед Всесильным. Ти Айлоим Башамаем, потому что Всесильный в небесах. Ваата Аляарец, а ты на земле. Аль-Кен, поэтому Июд Вареха Меатим. Поэтому пусть будут твои слова. Меатим это не многочисленным, не многословным надо быть. Значит, давайте разбираться. Давайте разбираться. Давайте сразу прочтем второй отрывок. И потом будем разбираться. Даже давайте второй и третий. Они вместе связаны. Второй отрывок. Тиба, Холом, Бэро, Виньян. Потому что приходит сон, в котором множество-множество аспектов. Если кому-то снятся сны, вы понимаете, что ну просто какие-то вообще... Мне такие сериалы снятся. Что просто, я вам говорю, приключенческие фильмы. Какие-то вообще просто Джеймс Бонд. Вот так вот все. Это называется, как он пишет, приходит холом, приходит сон с множеством аспектов. Множество разных иньянов. Ну, аспектов на русский можно перевести. Выколь ксиль боров дворим. А голос дурака-грешника, он... В нем очень много слов. Это второй был отрывок. Запомнили? Значит. Первое. Не бойся и не спеши говорить перед Богом. Потому что Бог на небе, а ты на земле. Второе. Потому что приходит сон, в котором много аспектов. А голос грешника, в нем много слов. И третье. Каошер Тидор Недер Ле-Луим. Когда ты возьмешь обед перед Богом, не опоздай, чтобы его выплатить, чтобы его заплатить. Ле-Шалмо, Ле-Шалем это платить, но оно, видите, похоже на шлемут, на совершенство. То есть, Ле-Шалем это закрыть разницу между тем, что ты берешь и тем, что ты даешь. Заплатить, да? Это тебе дали какую-то вещь или услугу, а ты заплатил, чтобы уравнять счет. Так вот, когда ты возьмешь обед перед Богом, не опоздай, чтобы этот обед свой оплатить, да, выполнить его, то, что ты обещал. Ти-Эн-Хефитс Бакселим, что нету никакого желания вот на этих дураков и грешников, Бакселим. Эта-Шер Тидор Шалем, то, что ты взял Недер, обед, заплати. Заплати имеется в виду выполнить то, что ты обещал Богу. Теперь давайте разберемся. Здесь все, что здесь говорится, здесь говорится о молитве, да, о молитве. Значит, вот человек живет в этом мире, все хотят, чтобы было хорошо. Все до единого хотят, чтобы было хорошо. Спроси, что вы воюете? Хотим, чтобы было справедливо, честно и хорошо. Кому? Нам. А врагам? А врагов убить? Спрашиваешь вторую сторону, а вы что воюете? Хотим, чтобы было хорошо, честно, справедливо. Кому? Нам. А с врагами что? Убить. Значит, спрашиваешь, там, например, муж с женой женится. Зачем вы женитесь? Хотим быть вместе до конца жизни и умереть в один день. Любим друг друга. Все, прямо такая любовь, вообще, такой в жизни не бывает. В фильмах такого нету и в книгах тоже. Проходит несколько лет. Разводятся. Чего вы разводитесь? Я хочу просто жить нормально. А нормально жить с этим человеком не получается. То есть, куда бы человек ни двигался, хочет он бизнес открыть. Чего ты хочешь бизнес открыть? Хочу, чтобы было хорошо. А потом бизнес, чего хочешь закрыть? Хочу, чтобы было хорошо. То есть, все, что человек делает в этом мире, он в итоге делает, чтобы ему было хорошо. А в итоге часто получается, как говорил Черномырдин, хотели как лучше. А получилось, как всегда. В итоге, в большинстве случаев, если человек действует не исходя из божественной мудрости, а исходя из каких-то своих представлений, что такое хорошо и что такое плохо. Подстраивая мораль, правила, закон, под себя, под свое желание. В этом случае, когда обещают разные психологи, хочу и буду, что делаешь, что хочешь и будет, так вот гарантия, что будет плохо. Гарантия. И вот, когда человеку наступает плохо, когда он делал, чтобы было хорошо, в этот момент он начинает обращаться ко Всевышнему. Так Всевышний специально сделал. Мы уже учили, что Бог сделал так этот мир. Леонот Бо, да, чтобы изнурять людей этим миром, а потом отвечать на их молитвы, да. Леонот, это и отвечать, и изнурять, и закон кармы, что все идет возвратом. Это мы уже учили в начале Каэлита, в первой главе это было. И вот, значит, человек попадает в ситуацию, он не хотел в нее попадать, ему плохо, и он начинает разговаривать со Всевышним. Начинает он разговаривать со Всевышним, и есть люди, которые в жизни, вот начиная с первого человека, Бог сотворил первого человека, люди не берут на себя ответственность, они все время ищут виноватых. То есть они, вот что бы ни происходило вокруг, он разбил чашку, ну конечно, меня отвлекли, он там, я не знаю, пьяный сел за руль, ну конечно, меня довели там, что я уже пью, а как я могу не пить, у меня родители алкоголики. Теперь, даже если человек разводится, он спрашивает, что ты разводишься? Детские травмы. Я что, виноват, что ли? У меня детские травмы. То есть люди не берут ответственность за свою жизнь, и тогда человек, который не берет ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за свои слова, он начинает очень часто свою молитву со слов, Богу, как же ты мог, как же ты мог, когда Бог спросил первого человека, как же ты съел от плода дерева, что я же тебе сказал, что когда поешь от него, станешь смертным, и нельзя. А человек говорит, а я не ел. Я? Это мне жена дала, которую ты мне дал? Вот что ответил первый человек. Это обычно у большинства людей первые слова молитвы, когда что-то случается, значит, человек особенно он испуганный, он на стрессе, он может Богу сказать, эх ты, Бог, несправедливый, как ты мог, что ж ты мне дал, не додал, там, и так далее. Говорит царь Соломон, мудрейший из людей, не спеши открывать свой рот и твое сердце, вот первые мысли, которые у тебя идут, не спеши лиуцидавар перед Богом, вытащить слова из своего рта перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому пусть будут твои слова в молитве, мы отим, они пускай будут немногословны в молитве. Говорит нам, книги вот тут вот я открыл, был такой великий мудрец, он был раб Багдада, Бен-Эш-Хай, видите, как он выглядел? Вот, вот он, Бен-Эш-Хай, видите, Девре-Хаим. Он был раб Багдада, он был гений, знал Кабалу, и он говорит на эту вещь так, что вот человек становится молиться, да, он думает, что то, что он видит и то, что он знает, это для него хорошо, и когда он просит что-то у Бога, или Богу предъявляют претензии, он думает, что он вообще знает. Он же не учил вторую главу Каэля, это то, что мы уже учили, что Бог не дал ни одному человеку видеть весь, все дело от начала до конца. Все видят какие-то кусочки, да. Он приводит просто, чтобы как иллюстрацию, приводит очень простую историю. Купцы собрались, значит, отплывать на какую-то очень выгодную сделку. Затарились товарами, арендовали корабль, и идут они, значит, на корабль, загрузили свои уже вещи, все. И один из купцов в последний момент перед отплытием корабля ломает ногу. И он говорит Всевышнему, как же ты мог, я же все подготовился, я деньги занял, я, значит, очень рассчитывал на эту поездку, мне прямо все, у меня уже это было, прямо я к ней готовился. И что же ты так меня не любишь, что же ты мне так делаешь, что, где Бог, где справедливость. И он с этой поломанной ногой лежит, возмущается, корабль отплывает, через день начинается буря, приходит сообщение, что корабль затонул, и все, кто были на корабле, подимли. А он что? Поспешил он против Всевышнего выступать? Поспешил Всевышнего несправедливым называть, да? То есть мы видим здесь, что иногда то, что человеку кажется плохим, оно может ему спасти жизнь. Другой он приводит пример, да? Приводит он пример насчет недера. Человек молился про силу Всевышнего богатства. Про силу Всевышнего богатства, все, буду богатым, буду всем помогать, буду, значит, рабочие места создам, буду добрым, в синагогу денег занесу, на Ваикру 50% отдам на Ваикру. Вот мне, если ты мне дашь миллион долларов, полмиллиона себе, полмиллиона на Ваикру отдам, например, на распространение знаний о Торе. Чего мне жалко, что ли? Все. Пообещал. Это недер называется, да? Обед. Пообещал. Теперь, бах, заработал миллион долларов. Но он думал же, что все будет хорошо. Он же просил у Всевышнего миллион долларов, потому что он думал, что ему этот миллион поможет. И он даже пообещал уже половину из миллиона дать на доброе дело. Но он же не учел, что Всевышний знал, что ему лично этот миллион нельзя давать. А чего ему нельзя давать этот миллион? Потому что у его жены брат наркоман. И этот наркоман, он рассказал преступникам про этот миллион. Рассказал, где лежит. Преступники этого человека похитили. И миллион забрали. И лежит теперь этот человек. Значит, еще и живым его оставили, допустим, все хорошо. Нет у него ни миллиона. Полмиллиона он обещал отдать на добрые дела. Взял недер, но у него же уже нету. Он не может уже отдать. Допустим, нет. Они у него забрали полмиллиона, у него осталось полмиллиона. Еще ситуация усложняется. И он думает, ну смотри, полмиллиона. Я же обещал отдать полмиллиона, когда у меня был миллион. Если бы у меня был миллион. Но сейчас у меня полмиллиона. Значит, что мне делать? Не отдал. Решил не отдавать. Хотя в таких ситуациях нужно идти и снимать недер. Потому что когда он думал изначально про то, что он даст, он же думал, что когда будет миллион, он даст. И поэтому он брал недер на полмиллиона. То есть изначально, если бы он знал, то он бы так не брал недер. И поэтому изначально, если он как бы делает возврат в эту точку, и он знает. И есть специально там три раввина, которые знают, как это снять с него и так далее. то можно снять Недор. То есть, что говорит нам Бен-Ишхай? Он говорит, когда ты молишься, нужно знать, как просить. Здесь он приводит, как молился царь Давид. Как молился царь Давид? Он говорит так. Царь Давид молился, он просил у Всевышнего вот такие вещи. Например, он просил так. Он пишет, нужно молиться только молитвы, которые есть в молитвенниках. То есть, они продуманы еще со времен Мудрецов Великого Собрания, где были пророки. Там продумано каждое слово, и там учитываются все нужды человека, и правильно сформулировано. Или нужно молиться так. Господин мира, хозяин мира, мы уже насытились твоим добром. То есть, благодарность всегда никогда не проиграешь, благодаря Всевышнего, за то, что уже было. И теперь, значит, ты знаешь, что хорошо мне. И ты знаешь воистину, что мне будет хорошо для моего добра. Поэтому я у тебя прошу, чтобы ты мне давал только то, что принесет мне добро. И царь Давид, там есть в псалмах такое слово, что Ашемберов Хаздеха в огромном своем милосердии, Беймед Ишеха, воистину или истинной меня спаси. Он говорит, а что, Бог может как-то не истинной спасти? Он говорит, нет, давай мне только то, что будет для меня по-настоящему и на втором и на третьем шаге спасением, чтобы не давать мне то, что мне может принести в итоге какое-то зло. Это то, что нам советуют, да? Дальше тут есть интересная такая идея, что просить нужно в материальном мире. Мы не знаем то, что мы просим, даст ли оно нам в итоге какое-то по-настоящему добро или усложнит жизнь. Потому что все мои клиенты-бизнесмены, которые не учили Каэлит, они не спят, вообще не спят. Вот тут прямо написано в этой же главе, дальше мы будем читать, что когда сладок сон работника, который работает на земле, много-мало покушал, у него в принципе забот немного. Он выполняет простую работу. А богатство богатого человека не дает ему уснуть. У него просто миллион разных в голове незакрытых дештальтов, судов, сделок, каких-то сложностей. И он не может из-за этого спать. Так вот он здесь нам говорит такую вещь, что не спеши просить у Всевышнего то, что ты хочешь. И тем более не спеши жаловаться на Всевышнего. Второе он говорит, что когда приходит сон, в нем много разных несвязанных, казалось бы, вещей. Он говорит, так же голос в молитве вот этого дурака, там очень много слов. И он не знает, что ему придет, как оно придет. А почему нельзя учить кабалу? Потому что когда ты поднимаешься на высокие уровни, то есть человек начинает изучать, как там сферот, миры, ацелут. И он своей мыслью заходит туда, где у него связь с богом. Он при этом сам остался, говорит злоязычие, клевета, сплетни, не берет на себя ответственность. Ну, у него очень много еще вещей, которые, как бы его жизнь в данный момент, человека, который обычный человек, она не выстроена. Он больной. Но почему он больной? Он неправильно относится к здоровью, к телу. Он там в отношениях, у него разруха. Почему? Потому что он нарушает законы отношений между людьми. То есть, когда у человека жизнь не работает, и он после вот с этой своей неработающей жизнью, которую он построил своими мыслями, он лезет в духовные миры. А как он лезет? Он поднимается, изучает, и он своим вниманием, своим я, он поднимается прямо в центр управления полетом. Как есть анекдот, когда человек сидит, значит, он инженер на атомной станции. И он сидит инженер на атомной станции, у него рубка такая, ну, где он сидит, он следит за всеми вот этими вот приборами, что на атомной станции. И вдруг он кричит, все, капец, все, как, кричит, что, капец. Короче, люди все там, у кого инфаркт, кто посидел, и ничего не произошло. Его спрашивают, а что ты кричал? Он говорит, а я кроссворд разгадывал, у меня ручка, чернила потекли. И, ну, люди, так как он сидел в центре управления атомной станции, они-то думали, что что-то произошло серьезное, и они так испугались, что у кого инфаркт, у кого инсульт, а кто посидел. Так вот, когда человек заходит в духовный мир, и когда он пролез, там, ему Лайтман сказал, открывая книгу, там, там, у Десяти Сверот, он открывает, он залазит через свою душу, через свое внимание, через свой интеллект, он залазит туда, где вообще его не ждали, где он вообще не должен находиться в данный момент. И он там, в этот момент, он говорит, эх, вот я дурак вообще, тупица вообще, да, или там на кого-то что-то сказал. А его в этот момент, ведь человек же, он, Бог создал человека по своему образу, да, и подобию, то есть есть связь у человека на высоком уровне с Богом. И он туда залез в эту связь. Есть известная история, когда великие мудрецы, самые великие мудрецы поднимались в пардес, это высшие уровни, куда может подняться человек. Один умер, второй сошел с ума, третий отошел от Торы, потому что у него тоже крыша поехала, и только Раби Атива, он поднялся и спустился с миром. Поэтому лезть туда нельзя, говорить нужно очень мало, да. Если ты пообещал что-то Богу, нужно спешить это выполнить, лучше не обещать, всегда надо говорить блинедер. Блинедер это без обета, то есть если вы обещаете там сделать доброе дело, дать сдаку, кому-то помочь, помолиться, встать рано, там что-то делать, лучше добавлять всегда, без обета. Я не беру обет, я с Богом в этот момент договор не заключаю, потому что если ты с Богом заключил договор и не выполнил, это проблема. То в четвертый отрывок лучше, ашерло тидор, лучше не бери обет, то есть не бери, с Богом не вступай в личные индивидуальные договорные отношения. Миши тидор, вылоти шалем. Чем, что ты возьмешь этот недер, обет, ты с ним включишь вот эту вот прямую свою связь и не выполнишь. Дальше мы продолжим завтра, дальше мы продолжим завтра. Поэтому, да, какая вот, сейчас мы узнаем всякие вещи, конечно, которые мало кто в мире знает. Может и слава Богу, что они не знают. Поэтому пятнадцатый отрывок, мы сейчас дошли до пятнадцатая глава. Вот это вот простая, понятная штука, да, книга называется «Хэппинес», «Как быть счастливым». И она очень простая, понятная, доступная всем. Значит, пятнадцатая, сегодня пятнадцатый урок у нас. «The Ultimate Happiness Formula». Значит, ультимативная формула счастья. И она очень связана сегодня получилась с тем, что мы изучали. Значит, ультимативная формула счастья is trust in God. Trust – это доверять Богу, полагаться на Бога. Это ультимативная формула счастья. Это доверие и уверенность в Боге дает тебе peace of mind, дает тебе мир в душе. Тот, кто искренне доверяет Богу, это делает его богатым. Потому что у тебя нет недостатка ни в чем. Как говорил царь Давид, даже если я буду идти в Бегей Цалмавет с долиной смерти, не случится со мной зла, потому что ты со мной. То есть человек, даже богатый, он все время боится, что будет у меня с тем, а что будет с тем. То есть он все время в таком беспокойстве. Потому что, может, деньги у него есть, а, например, он же не знает, как власть к нему отнесется. Может, у него был там русский паспорт. А сейчас у меня есть много знакомых, которые и там они себя не чувствуют в безопасности. И в Европу они приезжают. Он говорит, я не чувствую себя в безопасности. То есть они там покупают паспорта разных стран, все. Но он все время боится. То есть он все время не удовлетворен в безопасности. Человек, который полагается на Бога, он говорит, а чем не волноваться? Даст Бог день, даст Бог пищу. Всегда будет мне что покушать. Всегда будет негде жить. И будет все, чем не думать. Бог со мной. Я с Богом. Все отлично. Это ультимативная формула части. Когда ты беспокоишься о будущем, то у тебя есть как... Вот услышь, он говорит, hear the inner message. Услышь внутренний месседж. Внутреннее сообщение должно всплывать. Trust in God. Возьми 100 долларов, прочитай. In God we trust. Все будет хорошо. Trust in God. Это ультимативная формула счастья. Доверяй Богу. Trust in me. Как будто бы Бог тебе лично говорит. Доверяй мне, и я всегда тебе помогу. И когда ты слышишь этот голос Бога, то ты будешь все время спокойный. Значит, что те, у кого есть это доверие к Богу, называется на вреде это словом бетахон. Бетахон это я, как бетуах, это страховка. А бетахон это я уверен, что Бог мне поможет. Это делает тебя спокойным. Значит, молиться нужно о том, чтобы получить вот этот наиболее мощный инструмент для поднятия своего жизненного уровня и уровня счастья. Это нужно у Бога просить, чтобы было у вас доверие к Богу. А как это делать? Я вам открою лайфхак простой. Вот все, что происходит, говорите спасибо Всевышнему. Спасибо, спасибо Всевышнему. И каждая вещь, каждая маленькая деталь, которая происходит, если вы за это говорите Всевышнему спасибо, благодарность, она дает проекцию на будущее. Вы видите, Бог с вами, Он вам помогает. Так почему Он вам должен перестать помогать? Если Он вас до сегодня довел, Он же вас не бросил, значит и не бросит. Как только вы коннекшен делаете с креатором, с творцом мира, you will experience the benefits with greater peace in mind. Как только вы установите вот этот коннекшен, да, поймаете этот Wi-Fi, доверие ко Всевышнему, у вас будет внутренний peaceful и peace of mind. Будет мир в душе, мир в голове и везде, да. Вот такой Он дал нам хороший совет. Значит, получить величайшего партнера, который только может, значит, это путь к счастливой жизни. Все, всем огромное спасибо. Пожалуйста, подпишитесь на канал в YouTube, на канал в Telegram, на канал наш в YouTube, Telegram, Instagram. Но особенно Telegram, потому что у нас есть там много разных ботов для изучения Торы. И делитесь, очень важно, напишите сейчас после урока свои инсайты, что для вас открылось, что для вас было важным. Поделитесь инсайтами и воикрайс со всеми друзьями. И подпишитесь на Telegram канал обязательно, потому что мы поставили себе цель в этом году, чтобы миллион часов в месяц было просмотра в уроках Торы. И это действительно единственный настоящий путь к счастью, счастью индивидуальному и счастью во всем мире. Потому что человек, у которого шалом в душе, и у него шалом со Всевышним, и он делает добро, он не будет делать зло. И как свет он вытесняет тьму. Также вера в Бога и соблюдение заповедей и добро вытесняет зло. Останутся какие-то маньяки, как тараканы какие-то, но там где чистота, там они тоже уходят. Поэтому я уверен, что в этом году с Божьей помощью, если мы выйдем на миллион часов в месяц, наступит мир во всем мире, это гарантированно. Поэтому присоединяйтесь к друзьям воикра, партнерам воикра, спонсорам воикра. И давайте вместе выйдем на этот миллион часов и принесем прям божественный свет, чтобы прям свет и радость мы приносим людям, чтобы светом накрыло всех. Все, всем удачи, до завтра. Спасибо вам огромное, что приходите на роде, делитесь, помогайте. И чтоб Всевышний благословил вас и дал всем добрым, хорошим людям все ресурсы для духовного роста. Вот об этом нужно молиться, чтобы прям каждый день подниматься на уровне близости ко Всевышнему, понимания, соединения со Всевышним. Об этом можно молиться без страха, не бояться, потому что тут всегда это будет добро. Все значит и всем ресурсов, благополучия, здоровья и все, что вам нужно и хорошее настроение. И хорошее настроение не покинет больше вас.